Всем привет дорогие друзья! В этом видео я хочу поговорить о том, как правильно провести первую весеннюю подкормку нашим тюльпанам и вообще нужна ли такая подкормка. Некоторые любители выращивания тюльпанов говорят, что и без всяких подкормок тюльпан хорошо развивается, выгоняет крупные цветки. Никаких подкормок, то есть тюльпанам весной не надо. Но это утверждение верно только в том случае, если вы заранее побеспокоились о повышении плодородия своей почвы, в которую затем высадили луковицы тюльпанов. Если же почва будет скудная на элементы питания, то питания, которое находится в луковице тюльпана, не хватит для хорошего его развития. Листья получатся небольшого размера, а сам цветок мелкий и радости от таких тюльпанов не всегда мы с вами получим. То есть, друзья, те зрители, которые говорят, что не надо никаких подкормок повезти, они заранее, по сути, внесли элементы питания, подготовив, повысив плодородие своей почвы. Вот это и была проведена, по сути, подкормка. Если же не хватает элементов питания, то мы обязаны, просто обязаны по выходу тюльпанов из земли позаботиться о том, чтобы элементов питания им хватило на хорошее развитие. Наши насаждения тюльпанов не такие уже и большие, но все равно хочется, конечно же, чтобы они показали максимально хороший результат. Друзья, лучше всего сейчас проводить подкормку азотными удобрениями для хорошего развития листовой массы растений. Чем больше будут листья, но без фанатизма, конечно, тем больше затем мы сможем увидеть на этих цветках бокал, то есть цветок. Поэтому обязательно в первой весенней подкормке должен присутствовать азот. Но не просто азот, а азот именно в нитратной форме. Такой азот находится в аммиачной селитре. Он находится в ней в двух формах, аммиачная форма и нитратная. По холоду лучше всего именно эти формы азота и усваиваться. Мочевиной нежелательно сейчас проводить первые весенние подкормки по холоду, потому что амидная форма азота достаточно трудно и достаточно долго будет переходить в доступные формы для усвоения растений. Поэтому мочевину оставляем на лето. Будем работать ей в теплое время года, когда процессы переработки азота ускорятся. И еще два элемента, которые необходимы для луковых растений. Это сейчас я скажу для всех луковых растений. И для лука репчатого, и для чеснока, и для аморилисов, и для нарциссов, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, вот, кстати, мы чеснок тоже проводили недавно. Очень хорошая подкормка. Кто не видел, посмотрите. Второй элемент, второе удобрение, которое будем использовать в комплексе для подкормки тюльпанов, это сульфат магния. Сульфат магния содержит в своем составе серу и магний. Сера необходима для того, чтобы улучшить усвоение растениям азота. Также, сера это элемент, который очень любят все луковые растения, друзья. И магний участвует в построении клеток хлорофила. То есть, без магния тоже никакие процессы не пройдут в растениях. Если у вас легкая почва, выпадало много снега, либо шли дожди, то многие элементы питания просто вымаются в глубокие слои почвы. И верхний слой почвы будет не досчитываться элементов, а так как у тюльпана сугубо мочковатая корневая система, впрочем, как и у всех луковых, она не способна глубоко проникать для того, чтобы вымытые элементы питания там где-то подобрать. Она будет искать их на поверхности. А если элементы питания вымылись за зиму, за осень дождливую, допустим, то, естественно, ни о каком хорошем развитии растений речи быть не может. Каким образом вносить подкормку под первые луковичные наши цветы, под тюльпаны, нарциссы? Конечно же, путем полива, то есть водным раствором под корень, друзья, никаким не рассыпанием, потом прерыхливанием. Это давайте оставим такой способ внесения, для больших площадей, для полей, для лугов. Вот газон мы тоже будем рассыпать. Первую подкормку делает аммиачная селитра, чтобы нарастить зеленую массу. Рассыпем ее по площади и затем хорошенечко смоем нашими дождевалками. Вот для большой площади метод рассыпания, сухого внесения вполне подходит. Затем хорошая промывка. Но сейчас, когда идет речь о небольших объемах, лучше всего водный раствор и донесение сугубо до корешка, чтобы не раскидывать это удобрение, где-то его не тратить в пустую. Оно не нужно в стороне от растений. Оно вымоется точно так же и кроме вреда ничего не нанесет. Вот под корень внесли локально и ждем результата. Вот, собственно, на этом видео закончу. Подкармливать тюльпаны ранней весной или нет, решать каждому из вас, друзья. Но если у вас такие факторы наблюдаются, то есть легкая почва, вымывание в глубокие слои удобрений, либо почва малоплодородная, тогда я бы советовал все-таки раннюю первую подкармочку провести так, как я сказал. Кстати, по норме, я же не сказал по норме, самое главное, 20 грамм аммиачной селитры и 20 грамм сульфата магния. Все это смешиваем в 10 литрах воды и поливаем под корень. На этом все. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.